День независимости в США отмечали вместе с успехами страны в вакцинации населения. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты постепенно возвращаются к нормальной жизни. В подтверждение привел увеличение числа рабочих мест, восстановление деятельности предприятий и рост экономики. Он призвал всех американцев внести свой вклад в предотвращение распространения пандемии COVID-19, заявив, что лучшей защитой от новых вариантов вируса является вакцинация. Это самое патриотичное, что вы можете сделать. Хотя вирус и не побежден окончательно, он больше не контролирует наши жизни и не парализует страну. Мы выходим из темноты, пандемии и изоляции, боли, страха и душераздирающих потерь. К нормальной жизни может вернуться и Великобритания. Уже сегодня премьер-министр Британии Борис Джонсон проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявят о снятии коронавирусных ограничений. В своей речи Джонсон затронет дальнейшие правила ношения мазок, работы из дома и социального дистанцирования. Первоначальной датой снятия ограничений в Англии должно было стать 21 июня. Однако запреты были продлены на месяц из-за резкого роста заражения дельта-штаммом коронавируса. Массовая вакцинация позволила улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Тем временем в Израиле одном из лидеров по числу вакцинированных на душу населения в мире растет заболеваемость COVID-19. Премьер-министр страны призвал граждан носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. В Тель-Авиве дети в возрасте от 12 до 15 лет приняли участие на специальном мероприятии по вакцинации COVID-19. Правительство приняло такое решение в связи с ростом числа заражений среди школьников, а также распространением случаев вариантов дельта. Прививали их вакциной пфатер Биантек. Ограничения в связи с распространением штамма дельта вновь вводят и в Иране. В частности, власти предписали закрыть коммерческие предприятия не первостепенной важности в зонах с наиболее серьезным распространением коронавируса. В 275 городах, включая Тегеран, закрыты все общественные парки, рестораны, кондитерские, салоны красоты, торговые центры и книжные магазины. Введен запрет на перемещение между городами, где отмечены высокие уровни заболеваемости коронавирусом. Президент Ирана выразил опасения касательно пятой волны COVID-19 из-за резкого распространения мутации дельта. Тем временем в мире число заражений составило 184 миллиона 600 тысяч. Жертвами коронавирусной инфекции стали более 4 миллион человек. Выздоровели 164 миллиона 882 тысячи человек.